Высоко над моей головой голосят птицы. Я не вижу их снизу. Рождённый ходить по земле не может летать, и я знаю, что никогда не стану похожим на них. Их голоса беззаботны и легки, и от того тоска на душе кажется ещё темнее и безнадёжнее. Я смотрю в ушину, селясь разглядеть птиц в кронах, но вижу только клок сизолилого неба. Я прихожу на кладбище после заката. Небо ещё не подёрнуло чёрная пыль. Даже месяц пока не виден в густой сумрачной синеве. И я знаю, что снова окажусь единственной формой жизни в вечном царстве мёртвых. Люди, как правило, спешат покинуть это место, пока солнечный шар ещё знойно висит в зените. А я нет. Кованые ворота впускают меня вовнутрь, и плечи тут же окутывает прохлада, словно здесь над мрачными надгробьями и скультурами белокрылых ангелов. Даже в летние дни свивается спирально тонкая невидимая прохлада. Иногда мне кажется, что она тихо, едва уловимо, играет для меня на флейте. По крайней мере, где-то внутри своего сознания я слышу её напев. Старые знакомые встречают скорбным молчанием надписи на серых камнях. Но я знаю, что в этом безмолвии в тысячи раз больше жизни, чем в пёстром и голевом городе. По ту сторону ворот, там, завитые ограды и каймом липовой рощи, шумит речной порт. Неизбывно слышится гул разговоров и брань, гамон колёс и басовитые гудки белоснежных кораблей. Здесь же только тишина и обволакивающий густой воздух. Воздух вздрагивает у тревесных корней, и я понимаю, что каким-то невидимым чудом мне дано видеть его движение. Я иду по вымощенной холодными плитами тропе в глубину, туда, где ещё темнее и ещё прохладнее. Из-за тени деревьев сумерки не уходят, запутываешься в макушках лип и в искажённом, неправильном синем свете. Статуи, ангелов и святых кажутся мне живыми. Моё сознание вдыхает жизнь в мраморные лица. А может быть, это небесное откровение стисходит на меня в тишине? Статуи смотрят на меня с постаментов. На каждом из них имена и цифры, которые я помню почти наизусть. Даты, отстоящие от теперешних. На пятьдесят, сто, двести лет. В гробницах цветы и дикие травы и кости под этим цветочным сплетением. Давно искрели и обратились питающим соком для цепких корней, лип и клёнов. И поэтому листва здесь встрягивает над головой, даже тогда, когда замирает в молчании ветер. Она живая. Голова немного кружится от прохлады и тишины. Птицы угомонились, обаюканные подступающей ночью. И теперь роща кажется погружённой в безмолвный покой. Я останавливаюсь у мраморной фигуры и вдыхаю его полной грудью. Я дышу глубоко, всякий раз задерживая дыхание на несколько мгновений, мучимый, неодолимый жаждой заполнить этим покоем лёгкие до предела. Он обхватывает запястье, сочится под кожу и разносится по венам. И в это мгновение внутри меня вдруг становится умиротворённо и пьяно, как никогда не бывает снаружи. Уходить не хочется там, за высокой оградой. Я знаю, ко мне привычно возвратится моя личная тоска, Что ожидает у ворот, подобно верной шавке. Только сюда ей нет хода, только здесь я чувствую себя свободным от неё. Мои думы опять истерзают. Бессонные ночи разорвут в клочь и в полубреду. Я буду вновь и вновь стремиться сюда, К вечной жизни, рождённой от смерти и пустоты, К стеблям дурманов, к неохватным древесным стволам, К святым, печально замёрзшим на серых постаментах. Я прикасаюсь щекой к мраморной ладони ангела, И мне кажется, что он в ответ обнимает меня крылом. КОНЕЦ КОНЕЦ